Ермей Каримжанович, наш проект называется «В поисках смысла жизни» и первый традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Как вы думаете, в чем смысл жизни? Для чего человек живет на этой планете? Мне кажется, главное в этой жизни не врать. Не врать и в узком смысле, и в широком. Мы все врем, хотя бы свести к минимуму. Ложь во спасение, говорят. А по-большому, это когда человек родился бухгалтером, а хочет быть писателем, то есть он себя обманывает. Или же наоборот, он прирожденный, допустим, писатель, а занимается там, ну черти чем, осенизатором какой-нибудь. Он врет себе и людей обманывает. Очень много людей, которые заканчивали уже жизнь свою, подводили итоги, приходили к выводу к тому, что, оказывается, я всю жизнь врал. Врал, что я такой, врал, что я всякой, я врал себе. Вот. И вся жизнь прошла во лжи. Поэтому надо чаще прислушиваться к себе и меньше врать. И когда ты будешь в миру с собой, тогда и жизнь твоя наполнится каким-либо смыслом. Это очень тяжело объективно к себе относиться. И не врать себе. Не врать себе. Это очень сложно. Поэтому, мне кажется, у Господа Бога было такое изощренное чувство юмора. Он запретил именно то, что человек больше всего хочет приступить. Вы также говорили, что вот вы к себе объективно полностью. То есть, следовательно, как бы можно сказать, что вы стараетесь себе не врать. Я стараюсь. Я стараюсь. Я не могу сказать, что у меня всегда получается. Вот. Иногда я себя на врагах ловлю. Вот здесь я схалтурил. Вот здесь я слукавил. Вот здесь я немножко приврал. Но хочется же хотя бы в собственных глазах выглядеть хорошо. Поэтому всячески какие-то оценки занижаем. А некоторые завышаем. Требования к себе. Но я стараюсь. Мне кажется, это все-таки проблема подрастающего поколения сейчас. Найти себя. А найти себя достаточно тяжело, будучи где-то не слукавив и не наврав себе. То есть, вот что вы можете посоветовать тогда? Я поэтому и говорю, что это очень взаимосвязано. Меня как-то вот вела по жизни какая-то звезда. Я нигде не врал. Работал в газете. Я не врал. Я журналист. Работал там на телевидении. Играл в футбол, допустим. Я был футболист. Я не врал. Я врал, когда учился в Москве. Допустим, там денег не хватало, я помню. И я подрабатывал, сторожил детский садик. Ну какой из меня сторож? Вот там я, наверное, врал. Кочегарил где-то. Я даже работал на мясокомбинате в забойном цехе. Я там резал баранов. Вот там я соврал. И я работал паденщиком литературным. Я переводил труды всяких там академиков, джамбуловедов каких-то. Это была чистая халтура. Вот там я врал. Ну надо было выживать. Поэтому цена лжи какова. Но по-большому врать нельзя, потому что профукаешь жизнь. А потом надо будет подводить итоги. А кажется, себя обманул. Приезжаешь к себе в аул, со стариками разговариваешь. Им по 80-90 лет. Они настоящие. Не суррогатные. Ездишь со съемками по стране, заезжаешь на какую-то таракань, в какую-то дыру. Там люди выходят. Общаешься с ними, они настоящие. Нету на них никакого вот этого наносного. Но ведь это не значит, что они счастливы. Нет, конечно. У всех разные ситуации. Но они гармоничные. Сейчас человек попадает под такой информационный пресс. Отовсюду поступает информация. Она разнородная, разноликая. Человек находится под этим прессом. И он не может сосредоточиться. И он не может понять, что там настоящего. У образованного человека должны быть фильтры. А когда у этого фильтра нет, человек превращается в... Вот его настолько затюкали, забили, что он не может определиться, что есть настоящее, а что. Вот это вот кино, а вот это уже, извините, не кино. Вот это вот книга, а это не книга. Сейчас кто только книг не пишет. Понимаете, вторичность во всем. Мы сейчас во всем хотим походить на них. У нас даже планы попасть в качество в 2030-м, что ли, в какой-то там список из тех стран, которые нам кажут, что они ходят в красивых пиджаках. И теперь мы во всем хотим походить на них. И мы теряем свое собственное лицо, потому что мы очень плохо знаем собственную историю. И наши женщины стали заказывать платья в Парижах, но носят их с казахским акцентом. Мы все еще в кого-то играемся, мы все еще в кого-то хотим на кого-то быть похожими. Мы поэтому пребываем внутри, еще в детском возрасте. Мы никак не вырастем. Даже Акимы сейчас какие-то там, Акимы на велосипедах стали ездить. Это же где-то он подглядел, по-моему, мэр Лондона, по-моему, на велосипеде на работу ездит. Другое дело, если бы это было типичным, а не эпатажным, это бы выглядело гармонично. Это бы не воспринималось бы как новость. А это же целая новость. Мне часто говорят, вот ты все ноешь, ноешь, нудишь, а что делать, не говоришь. Так оно и есть, я согласен. Наверное, я больше всех в этой стране ною. Ну, потому что, мне кажется, без меня хватает оплаченных словоблудов и соловьев, которые рисуют красивые картины. Ну, пусть хоть один я буду там вонять и говорить то, что я вижу. Я как тот Ахын. Все едут по степи и видят что-то, и поют об этом. То, что я вижу, то я и пою. Видите, мне просто повезло с учителями. У меня были мастера по жизни хорошие с детства. И они не дали мне. Они мне дали ту школу, где есть все подлинное. Я могу отличать одно от другого. Надо воспитывать вкус. Надо заниматься самообразованием. И пытаться противопоставить вот этому валу. Вал этой информации. Сохранить себе человека, сохранить чистоту. Ценности какие-то. Их не так уж и много. Не значит в церковь ходить или в мечети сидеть там. Чтобы сохранить себе в чистоту, не обязательно там бороду отращивать. Или там по пятницам садака раздавать. Это все ритуальная часть. Сохранена внешняя сторона дела. Но содержательная сторона отсутствует полностью. Просто опять же, не надо врать. Возвращаемся к началу разговора. Врать не надо. Это все фальшиво. Сейчас мы живем в мире готовых ответов. И как правило, на один и тот же предмет, на одну и ту же вещь или явление существует несколько ответов. А правда не может быть. Правда имеет только одно лицо. Полуправда, это значит наполовину уже ложь. Поэтому, если ты хочешь искать правду, опять же, мы говорим все время о лжи, о смысле жизни. Если ты пришел в эту жизнь за правдой, то ты должен задавать себе эти вопросы. И сам же на них искать ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова